народ привет третий раз это говорю все как-то неловко с камерой здороваться вроде был скучный день ничего не предвещало интересного отвезла нельку на гимнастику поехала магазин выезжаю с магазина на светофоре стоят две машины так параллельно друг другу дверь открыт у одного смотрю выходит на явный инцидент какой-то короче пикап вот этот притер такую спортивную какую-то машину этот пикап стоит на полосе где мне надо чтобы направо повернуть но они так заняли обе полосы я встала за спортивные машины чтобы как бы их обогнуть по встречке и стою пропускаю встречку и этот пикап так медленно начинает двигаться этот начинает что-то кричать и спортивные машины этот уезжает а он как бы на моей полосе стоял и я как бы за ним получается выруливаю вместо освободилась и я выруливаю за ним двигаюсь и тут же почти сразу еще один светофор я за ним то встала и не сфотографировала его для того чувака то сделала круг а подъезжая этого парня уже нет на оборачиваюсь назад он припарковался волмар тоже там полицию и название как нему подъехала скинула ему фотку девчонок на гимнастике дверь открыта большая гаражная мечи вылетают гимнастки ну и вот подъехала скинула ему фотку он все спасибо поехала говорю удачи а поехала в один магазин съездил мне два часа на эльку ждать в другой магазин заехала в audi продукты собирая какой-то абонент анонимный абонент прям так написано названивать название то я скидываю скидываю а потом этот мужик которому я фотку скидывал смотрю там 66 последние цифры поднимаем здесь полиции лет поговорите с ними гублен у меня такой английский вот но он так не полицейский еще шумит там что-то все типа что вы видели я сказал что я как бы сам инцидент не видела видела как пикап уехал и вот такой говорит пикап голубой или серый черный окей проверял меня прикиньте короче вот стал свидетелем надеюсь они его но они его точно поймают и причем что это за последнее время второй такой случай у меня люда соседка она была почти в аптауне с детьми ехала и ей взад въехал чувак но какой-то был под чем-то видать потому что они он как бы вышла на и еще на камеру снимала тоже там какой-то самаритянин добрый был тоже вышел уговаривал быть не уезжай стой полицию жди и короче мужик взял уехал полицию конечно нашла они там успели десять раз его и его лицо сфотографировать и номер машины но проблема в том что это у него не было страховки вот уж честно говоря не знаю как тому люду все разрешилось знаю расскажу если это интересно вот такие дела привет народ так еду сейчас 7 вечера среда сегодня уныли на гимнастике шоу талантов короче они показывают для родителей свои достижения и также сегодня мы провожаем девочку эбигейл она американка находила три года на гимнастику на художественную вместе с нами она вообще уже взрослая она уже два года сама на гимнастику на машине приезжает поступила в колледж и уезжает у нее сегодня последняя тренировка вот мне нелли сказала все открытки и дарят аннелли не хочет так как все и мне заказала купить букет цветов ближайшее что мне есть и удобно заехать это волна там такие куцые цветочки что пришлось купить два букета и сейчас мы их совместим войну делаем из двух один а после этого праздника жизни мы с нелли едем на новоселье новоселье саши и аня настина сестра двоюродная они сняли квартиру ночью не норм что ли заклеим вот они сняли на двоих квартиру и вчера заселились не было резиночка я не знаю в россии сейчас может тоже так делают такие пакетики с там сухой порошочек его в воду вазу и цветы долго стоят правда долго стоят вот а девчонкам на новоселье я купила покажу что не все мы будем считать прекрасный букет а так у меня время есть да у меня есть время я купила девчонкам по два таких больших полотенца с такой бахромой они чуть-чуть разные это просто полосатая там написано что лук будет вот это тоже с бахромой бассейна у них теперь есть бассейн пускай мне будут полотенца и купила им на балкон поилочку для калибре стеклянную красивую поилочку и еще и сироп длинный вечер нужно рад булла бахнуть так у меня тут рядом стоят мужики и ужинают выгодить я выезжаю все ладно я поехал на дорогу большую вещь и а пока больше больше эмоций девочки плакать будете готовы продается ну что мы поехали подниматься не будем никуда марина оказывается который позавчера приехали тоже уже сняли квартиру 2 бедро на 1900 это их гараж всем пока еще раз до подниматься не будем следующий раз мы вам все покажем или мокрая поедем домой нам еще машину нужно заправить народ хотела вам цены показать и забыла не самого начала но продукты только зашли так это не то молоко вот 262 1 галлон молока причем почему-то неважно никакой живности так всегда 262 двухпроцентная а это 325 как бы полное молоко на считается 262 один галлон так дальше масло я сегодня сливочное взяла 398 там 4 брикета короче здесь 500 грамм получится 454 грамма состав сливки и соль это соленая я не беру соленая я беру не соленая состав состав стоит 398 но у них одна цена вот яйца очень подорожали если все остальное как бы я не очень замечаю то яйца 5 долларов 18 штук не знаю что случилось яйцами я брала вот эту упаковку она была 4 доллара здесь 36 яиц а сейчас она 9 долларов очень подорожала так сыры 6 долларов вот такой вот какой-то мне кажется это какой-то мексиканский сделано она в америке этот сыр вот культура пастеризованное молоко соль энзимы возможен контакт с молоком из долларов 680 грамм и такие простые сыры вот этот плохой сыр знаете ну вы знаете как вот макдональдсах на на котлетах вот лежит такой к зубам он липнет если остыл не очень вкусно а вот вот эти уже неплохие состав у него тоже вот состав молоко сырные культуры соль энзимы какой-то краситель еще овощной взялся волмартовская марка она стоит 222 за 12 слайсов за 226 грамм колба колбаски капуста квашеная она ее кладут в бутерброды в сэндвичи поэтому она здесь продаются в хот-доге приходишь на завтрак куда-нибудь в кафе и да вот такие вот типа котлетки если вы прийти в америку закажется сосочно не ждите сосиску а вам принесут такую котлету нам нужно купить мясо сегодня на ужин сегодня будет family time на гриле приготовим мясо и может быть рыбу это кругу хочу всегда рыбу и будем играть в алиэс траут это форель блин уж форели кусочек видите какой симпатичная форель а это даже большая вот это мне больше всех нравится это потолще я ее на гриле сделаю получается 11 долларов за лб блин такой маленький кусочек форель на ужин а какого интересует курица курица один паунд стоит 294 вот такой вот кусок грудки 17 долларов 14 долларов без кожиная на окорочка ли что-то я честно говоря не беру мы берем так вот куриное мясо 12 долларов грудки 692 вот такой пакет окорочков ну а корочка вот их тут дофига дофига 753 это то есть один фунт стоит доллар 9 доллар 24 доллар 24 за полкило короче округляется чем сегодня на ужин будем делать если хочешь возьмите за на завтра борщ приготовлены давай ну хочешь не суд и этот лучше можно какие гости там на супчик с этим обойт 8 долларов на 3 супа кусочки 7 долларов почти 8 долларов есть вот такие вот 16 долларов пожирнее вот такой вот кусок от чашей наверно свинины а здесь 4 и это то есть больше двух килограммов 9 долларов так ну вот это я вам показала цены на свинину такие уже замаринованные кусочки по 4 доллара чик и в духовочку а это пошла уже говядина а хочешь я тебе плов приготовлю в дорогу с говядинкой такой хороший плов хочешь так и сделаем будто и тут наверно мало этого много этого мало а вот 12 долларов полин такие жирные куски он хорошая говядина хорошая говядина вот такие цены на говядину кстати эти ребрышки ребрышки свиные на гриле на копчение 22 доллара еще пив говядина вот такие вот шмотки 24 доллара такая вот вырезка 22 доллара тоже вырезка 15 долларов вот это вот тоже хорошие настейки вот настейки какие стейки какой говяжий фарш стоит это 1296 здесь 7 процентов жирности вот этот 20 процентов они по цвету отличается этикеточка есть синий 10 процентов жирности зеленый 7 процентов жирность красный 20 фарш нам сегодня не нужен хлеб дорожал уже с этим подорожанием цен он был доллар 10 батон всегда был доллар потом он стал доллар 10 потом вернулся назад к доллару доллар 47 первый раз по такой цене покупаю беру обычно побольше кладу в морозилку и а сейчас я вчера еще за красной икрой заехал так что наши бутерброды летят пускай будет так да это бейкери тут донатцы например 5 долларов такая вот сколько здесь 12 неверно штук со всякими покрытиями левочка сейчас проснется часа в четыре вечера и скажет позавтракать бомба лук картошка есть так на плов у нас все есть на борщ у нас свекла есть картошка есть а капуста надо капусты у нас нет помидор вообще авокадо надо авокадо 4 штуки 348 о о 3 жестких один мягкий тетка голая кабута сейчас персики недорогие и вкусные это фермерские персики сейчас сезон у нас пошел в южной каролине у нас персиковый рай ты взял помидоры на груши полтора килограмма пять долларов здесь вот один лб доллар семьдесят восемь виноград 218 и доллар семьдесят восемь красный виноград малина 328 маленькая пять восемьдесят восемь большая блубери шесть семь семь большая три маленькие на наедику возьму дорожку любит клубничка два тридцать восемь здесь наверно полкило и большая здесь килограмм клубники 466 можно лучок зеленый взять 48 центов перец такие цену мой перец болгарский не любим зелень любим брокколи брокколи возьму мы я рис делаю с брокколи мы суп делаем брокколи чеддер свекла у меня есть но без ботвы можно взять с ботвой будет да наверное да брокколи доллар семьдесят четыре за паунд капуста шестьдесят восемь центов за паунд я все-таки возьму наверное на борщ свеклу с ботвой она стоит доллар девяносто четыре этих давай с ботвой возьмем и я думаю какой нибудь зеленушкина пучок восемьдесят восемь центов он и знатный знатный печочек можно брать ну вот сами посмотрите на цену а хлопья это огромные пакеты 5 9 долларов разные цены всякие каши мюслеты у меня дети любят хлопья они не очень сладкие иногда покупаю хлопья с сушеной клубникой вот такая 338 338 сколько здесь полкило короны доллару 84 92 цента местные спроты копченые какие шпроты 2 такие вот цены на консерв очки вот это тоже копченая рыбка вкусно весь и это вкусно доллар семьдесят два стоит и там такие две больших рыбки лежит вкусно филе филе варенье спред какой-то страубери 2 арахисовая паста 256 зависимости от объемов фирмы баночка малинового варенья 324 прямо к малиновое варенье вкусным так уберем мороженым можно взять и собаки мороженое 288 4 вот таких вот стаканчика мунички лакомства то что мне кажется вы можете сравнить то есть и здесь и в вашем магазине мандемс доллар 98 маленький классический сникерс доллар 14 я так понимаю большой сникерс я не люблю сникерс я не люблю арахис доллар 98 как ммдмс доллар 14 а с этим с арахисом яйцо киндер доллар 68 киткат в россии тоже есть да и в украине а это king сайс большой какой-то доллар 98 это типа нас тут местный баунти доллар 98 короче поверьте это кокосовая фигня мелкие вы и доллар 98 без понятия все такое сиро кинксайз не знаю не пробовал 98 а вот наверно классический киткат доллар 14 доллар 14 пустик так не туда скитал с доллар 90 лучшим доллар 98 скитал с орбит такой орбит 14 из с 2 доллар 28 все показала все ребят сейчас вам покажу сколько выйдет у нас чек корзинки корзины продуктов с мясом я думаю долларов 120 130 сейчас посмотрим до того как мы начали снимать мы еще набрали всякого хозяйственного шампуня зажигалка это было вата эдику шорты штаны таз какой-то снова смесь сливать масло с машины вот а еще для клея клей пистолета такое что что начни сначала ценовой разрыв ожидания и всякие как бы есть есть твоя память это примерно корзина такая не я честно говоря я не видела сколько-то набрал колбасок всяких сегодня на ужин это просто половина чека половина рано там нельзя ходить сигарету можно купить только на одной кассе и вообще говорят скоро волмарт уберет сигареты так народ чек вышел на 212 долларов на суточку больше чем ожидалось но мы много взяли рыбы мясо это всегда чек выходит круглый на элтона джона над билет покупать все едем домой голодные чуть-таки собираем народ на ужин у нас сегодня вот такой вот греческий пирог слоеный с сыром и зеленью овощи у на еще мы сегодня купили и закупил колбасок мясо и у нас с полиной будет форель все приятного аппетита или позвала старших монечка монечка уже ужинал ужин с у но сначала ужин потом у но да кстати да больше рыбы это не не салма это траут форель будешь форель а и круто ты не плохо ешь и круто ты ешь да почему салман тогда не ешь она белую рыбу ест белую рыбу ест красную не ест или ты что-то недопонимаешь ну позвали ага сочная рыба сочная вкусная рыба ладно народ пока зовем полину садимся ужинать и и Продолжение следует...